Что-то за этап на пути, который называется Лишма. И как такое может быть? Что такое на пути? Ну, что-то за этап, который называется Лишма. Как можно определить, что сейчас мы находимся в Лишма? Ведь до конца исправления есть ещё желание получать, которое нужно исправлять. И получается, что только в конце можно сказать, что приходим по-настоящему к Лишма. Так а что значит, что на пути мы приходим от Лишма к Лишма? Что это за Лишма? Слово на пути, я не понимаю. Но развитие человека, как может быть такой этап? Это не этап. Лишма — это не этап. Это уже окончательно исправленное состояние. То есть абсолютно исправленное? Конечное? Нет, нет, нет. Мы подготовили себя с помощью разбиения Адама Решона к состоянию, которое мы знаем как радиополучения. И тогда наше восприятие называется Лишма. Даже меньше, чем Лишма, потому что мы не понимаем, что находимся в таком свойстве. Мы приходим из нашего состояния, когда воспринимаем мир, как он есть, в пяти наших органах ощущений эгоистических, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. И в этом воспринимаем мир, осознаем его. Это называется просто мир. Это начальное состояние животных, я бы сказал. И тогда, если мы находимся в точке в сердце, мы начинаем чувствовать на себе, что работают над нами, тянут нас к какому-то новому состоянию, незнакомому, более высокому. Когда мы хотим приблизиться к высшей силе, познать кого-то, кто свыше управляет нами. И так люди продвигаются. И тогда они стремятся к науке Каббала. В конечном счете есть такие, кто в пути, входят в разные премудрости, науки, верования. Но в конечном счете этот путь, как приходит к науке Каббала, и начинают осознавать, что то, что подталкивает их, это желание познать Творца. Очень просто. Продолжим, Милана. После Лишма есть еще исправление? Нет, есть два состояния. Ло-Лишма и Лишма. Когда работает желание получать радиополучение, это называется Ло-Лишма. А когда оно работает ради отдачи на разных уровнях, это называется Лишма. Вот и все. Лишма, есть ступени в нем, есть начальная Лишма, более продвинутая? Конечно, конечно. На каждой ступени есть еще больше и больше Лишма? 125 ступеней, в общем, как мы считаем, согласно мирам. Пять миров, пять парцуфов, и пять свирот в каждом парцуфе. Но есть еще очень много разных состояний на этих 125 ступенях, которые мы изучаем, о которых говорим. Можно говорить о них литературно-поэтические, можно говорить в виде ступеней, как причины и следствия. Но, в общем, это 125 ступеней. Так, если рассматривать системно, то есть работать так, что я сто процентов желания, например, на первом этапе исправляю пять процентов желания. Нет, нет, ты не получаешь сто процентов желания. Это как у ребенка. Сколько у него есть желания? Только видит свою маленькую жизнь. И так мы тоже. Ну, например, я имел в виду пять процентов мои. Допустим, у меня есть клей. Я не говорю о конечном клей. Я говорю сейчас. У меня есть клей. Я начинаю, например, исправление в моем клей. И тогда я беру, например, процент из этого клей, перевожу в лишма. А 99 процентов во мне ищу лу-лишма. И так постепенно я увеличу в себе часть лишма. Ты не осознаешь все свои силы. А то, что дают тебе, это если ты послушаешь, что надо делать и исполнишь то, что нужно делать с разными ошибками, погрешностями. Посередине это тоже исправление. Постепенно раскроется тебе все больше и больше желания получать. Каждый, кто больше товарища, злое начало больше него. Ну что я рад. После этого, такой вопрос. Продолжение следует...